книга протеерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди поношение сегодня мы с вами поговорим про одну противную вещь называется она поношение поношение это слово старорусское сегодня говорят позор много что предлагает нам наша вера и это бывает столь вожделенно и радостно бывает что мы скорбим если чего-то не достигаем из того что наша вера нам дает но вот об этом что-то еще никто не скучал о том чтоб подвергнуться поношению и позору есть такой псалом 21 он пророческий и слова в нем извеченные влагаются в уста господа иисуса и там есть слова я поношение у человеков таким образом словами псалма сам христос говорит о себе я поношение у человеков чтобы разобраться в чем тут дело нам на помощь приходят значение слов старорусское слово поношение от чего произведено от слова понести вот и идешь себе налегке все так хорошо погода хорошая у тебя настроение неплохое и вдруг кто-нибудь подходит бус и на тебе груз причем не твой ты знаешь что тащишь не свое это чужое и потому нести его вдвое трудно своя ноша руки не оттягивает а это чужая и вот это чужое не твое не свое надо почему-то тащить вот это поношение а современное слово позор означает зрелище то есть выставить на обозрение не всякий человек это любит чтобы его разглядывали ну если для того чтобы медаль получить так почему бы и нет тогда пусть все посмотрят однако здесь другое выставить на обозрение на позор именно со срамом выставить твой срам всем на вид мы может и не отрицаем что такая пакость за нами водится но мы же ее прячем зачем же на обозрение то вот о чем идет речь вот что такое поношение и позор сегодня мы слышим господа иисуса я поношение у человеков единородный сын божий предвечное слово отца божественная премудрость софия пришел в этот мир для чего наверное для того чтобы им любовались как он прекрасен наверное для того чтобы внимали как он мудр наверное для того чтобы восхищались какие дела он совершает и вдруг я поношение у человеков я позор у человеков это самое потрясающее во всей нашей с вами вере даже не то что бог велик всемогущ что сотворил мир прекрасный а вот это самое потрясающее в нашей вере пришел в этот мир божий сын и я поношение у человеков как же это может быть но это было когда господь иисус ходил по земле то о нем что говорили а этот знание его он любит есть и пить вино с грешниками и мытарями матфея 11 глава 19 стих по нашему до знаем этого пьяницу знаем этого человека которого от стола не оттащит вот что означают эти слова когда господа иисуса осудят то как сказано их злодеем причтен марк от 15 глава 20 стих это поношение это позор быть злодеем даже преступники хотят быть и такими робин гудами то есть скорее героями чем позорниками а иисус к злодеям причтен когда господь иисус висел на кресте то сказано что и сораспятые с ним по правую и по левую сторону а это были злодеи разбойники люди проливающие кровь поносили его поносили то есть срамили позорили но если уж разбойники тебя позорят то кто ты они поносили и срамили его и что народ рванулся попытался их урезонить закройте свои уста прекратите да нет народ стоял у креста и туда же если ты сын божий давай сходи уже с креста мы поверим тогда в тебя опять-таки позорят поносят казнь публичная еще и позорная римляне на крестах распинали не просто преступников а позорников если преступление совершил какой-нибудь воин римский гражданин ему отсекали голову а крест это было не просто казнь это был срам вот если с позором человека надо было убрать тогда распинали поносили христа и люди у креста и со распятые душа его скорбит смертельно я поношение у человеков теперь нам становится понятны слова древнего псалмопевца ведь так она действительно и было вот это то потрясающее самое потрясающее в нашей вере то что у нас есть бог это да это свято и велико то что бог пришел в мир и стал человеком это прекрасно и так понятно но то что он принял позор и поношение вот тут ум останавливается вот тут перестаешь понимать что происходит тем не менее это именно так если бы не было в этом мире срама если бы в этом мире не было позора тогда бы и сын божий не вкусил поношение он же пришел нас ради и нашего ради спасения он же пришел не себя ради и своего возвеличивания чего вполне был достоин и даже не ради того чтобы все увидели как велик бог нет он пришел нас ради и нашего ради спасения теперь попробуйте попытаться на меня не обидится мы с вами позорники мы несем этот срам и потому не было другого пути как понести ему наш срам как понести наш позор как понести поношение и он это сделал нас ради и нашего ради спасения такого ни в какой другой вере нет во всех верах боги хорошие великие красивые божественные есть чем восхищаться а вот чтобы я поношение у человеков такого ни у кого нет это только у нас только наш господь стал таким а потому только наша вера от поношение может освободить потому только христос может вернуть честь обесчищенному может вернуть славу опозоренному и может сделать чтивым поносимого всеми а коль скоро так то где высшая степень святости святость своих ступенях нигде так отчетливо и так ярко не представлена как в заповедях блаженства читаем евангелие от матфея 5 глава с 3 по 12 стихи там много хорошего перечислено и плач о грехах и любление правды и стремление к ней милосердие и миротворчество и чистое сердце да действительно тут все ясно это свято правда под конец мы немножко спотыкаемся на восьмой ступени на предпоследней блаженной изгнанной правды ради это неприятно когда тебя гонит что же в этом хорошего однако есть в этом нечто очень красивое изгнанной правды ради он кто он герой те кто пострадал за христа мы именуем мучениками исповедниками это герои веры а в изгнанничестве есть героизм и даже романтика кстати никто особо то никогда и не чтил гонителей всегда чтили чтились гонимые просто русская душа кого-то всегда любила и по нынешний день так гонимых даже сильно при этом не разбираются за что гонит почему-то всегда кажется раз его гонит значит за правду он пострадавший и готовы ему помочь но кто любит позорников и кто им хочет быть девятая ступень высшая ступень святости которая выше героизма у нас государстве выше звание героя российской федерации уже нет все ордена по меньшей значимостью героя это выше всего а у христа есть звание выше героя это по 9 заповеди блаженны вы когда поносят вас и изгонят и наговорят на вас всякое зло лжуще меня ради и вот такое мы еще ни от кого не слышали чтобы кто сказал что секрет счастья в том чтобы терпеть поношение и позор ведь блаженны это счастливы то есть счастливы и опозоренные тут скажем так ум за разум заходит это никак не склеивается так не может быть как опозоренный может быть счастливым но господь именно это сказал он сам принял поношение пред человеками он нам указывает на эту высшую ступень святости и соответственно на высшую ступень блаженства то и счастье неужели правда блаженны вы когда вас поносят и позорят что же в этом сокрыто мы уже сказали быть гонимым это очень тяжело это больно это скорбно но это героически а героизм духовно неопытному человеку чему служит гордынички она тут как тут а срам а позор срам это во первых очень неприятно кстати в народе такое добродетели нет чтобы любить опозоренных вот гоним их до гоним и всегда готовы как-то обогреть утешить помочь а чтоб позорников такой у нас добродетели не числится до этой ступени мы еще не доросли до 9 блаженны те кто терпят поношение кто терпят позор а почему эта ступень выше предыдущий изгнанничество потому что как мы сказали героизм это слишком рядом с гордыней а поношение она очень близко с смирением бог гордым противится а смиренным дает благодать вот почему эта ступень выше здесь нет героизма здесь нет желания дать интервью о том как это все произошло здесь все как-то срамно некрасиво подло но зато именно здесь самый лучший способ приобрести смирение а бог смиренным дает благодать значит именно в этом состоянии мы как ни в ком другом близки к божьей благодати особенно ее воспринять при других добродетелях которые тоже дают благодать мы очень часто бываем не способны ее принять потому что хочется принять славу доброделующего человека а вот здесь где этой славы не будет не предвидится мы близки к спасению сам господь пришел и вкусил поношение и нас через это ведет известен случай с преподобным макарием великим макарий великий еще в начале своего пути когда был достаточно молод к 30 годам почитался как духовный старец бывают как говорится ранние пташки и они бывают не только в земном развитии но и в духовном очень быстро душа макария прошла то что обычно люди проходят десятилетиями он уже имел божественную святость он был как мы сегодня бы сказали сельским батюшкой был клириком в одном селении и будучи таковым он принимал свой адрес хорошие слова и наслаждался хорошим к себе отношением людей вы знаете быть хорошим батюшкой и чтобы не было хороших слов и хорошего к тебе отношения невозможно это естественно так нормальное явление от этого нормальное явление он убежал убежал из села потому что не хотел принимать чести не хотел принимать славу хорошего священника вот тут что называется начинается преподобные начинает восходить на девятую ступень он ушел затвор один брат приносил ему некоторые вещи потребные для жительства самым тоже трудился и изделия своего труда нес в село на рынок и продавал случилось что в этом селении одна молодая девица согрешила с молодым человеком и понесла в наше время на это мало кто и внимание обратит кроме некоторых из близких а в то время это был жуткий срам и позор понести не будучи в браке вообще-то за такие вещи могли и смертью наказать это был страшный позор это считалось куда хуже чем воровство и убийство это с равно и вот эта молодая женщина оказалась перед вопросом родителей как да что случилось она говорит вот тот отшельник который у нас служил теперь он там вроде святым сделался в пещере подвизается я от него понесла от него естественно пошли к нему некоторые поверили потому что всегда хочется верить что батюшки и монахи греховодники это и сейчас так сразу по интернету разнесут и тогда было так но тем не менее была какая-то неуверенность а вдруг нет вдруг все-таки клевета вдруг эта женщина клевещет на доброго человека пошли к нему и говорят слушай что ты тут делаешь в этом заторе свою то в селе понесла тебя макарий выслушал это и сказал да это так сам признался но этого не было это был человек с молоду как мы сказали возвышавшийся к высшим ступеням святости он говорит да тогда по обычаю этого времени ему на шею повесили некую веревку с закопченными горшками и с ручками от разбитых кувшинов это была такая форма опозорить человека и с этим добром его провели по всему селению что вот мол сотворил срам позор родители подошли к делу с практической точки зрения они сказали раз он так поступил значит должен взять на себя всю материальную часть все расходы которые так или иначе со всем этим бывают стал макарий трудиться не как раньше а за троих за себя и как говорится сам себе и другим за жену из-за имеющегося родиться ребенка муж обязан обеспечивать жену обязан трудиться не только за себя но и за свою семью кормить ее сознание мужчин того времени тут вопросов не было это сейчас они появились он начал работать на семью прошло время и вот пора родить ребенка эта женщина претерпевает страшные муки болезни и не может разводиться тем более в те времена наука еще не была такой как сейчас теперь делается операция младенец извлекается а в то время так еще не умели делать и это была смерть для роженицы многие так умирали из великих праматерь рахиви марла так та женщина вся в ужасе в муках в болях криках и тут до нее дошло она зовет родителей зовет еще некоторых причастны к этому делу людей и признается что оклеветала отшельника что к делу этому он совершенно не причастен назвала истинного героя дня молодого человека который согрешил с нее об этом макарию сообщили а он там пещерки искренно молился когда она раскаялась и получила от него прощения то благополучно и преспокойненько разродилась сама здоровая и с младенцем все хорошо вот что такое девятая ступень согласитесь едва ли кто из нас готов на такое чтобы вот так тебя клеветали подвергли поношению возложили на тебя чужой грех а еще и выставили на обозрение самым позорным таким образом макарий это принял я поношение пред человеками почему он это мог сделать он мог это сделать по той причине что ходил пред богом пред богом у него не было поношение от бога у него была благодать даруемая смиренному почему мы с можем понести позор почему мы тут же ищем адвокатов почему нам тут же надо оправдаться почему нам тут же надо доказать свою правду почему мы не можем понести поношение а потому что мы ходим пред людьми расходим пред людьми то от людей нам и честь нужно тут все логично но если кто ходит пред богом то ему доносящиеся от людей вообще ни о чем потому что мы не ходим пред богом поэтому мы не можем понести поношение поэтому никогда не восходим на эту девятую ступень блаженства а только поем по воскресным дням взойти же сил не хватает только хождение пред богом способна дать такую силу у таких людей как макарий адвокатура могла быть включаем а только в одном единственном случае если это поношение служила на вред душам других вот тогда опять таки ходя пред богом они могли защищать свою правду а если вред претерпеваешь ты сам то на это они легко шли потому что ходили пред богом про одного послушника наговорили плохо это была клевета послушным беседуют со священником священник готов защитить послушника и послушный вдруг говорит батюшка а ведь мои настоящие грехи которые действительно делаю и которые вы по моей исповеди знаете ведь эти настоящие грехи никто не знает а вот этого я не делал но про это все знают господь скрыл от людей мои действительные грехи худшие гораздо отдал понести поношение за этот грех которому я не причастен этот грех далеко не столь тяжик как истины так я понесу клевету вот это был хороший урок тому батюшки действительно про нас сказали плохо и мы сразу вскипаем а ведь кем мы на самом деле являемся оберегая нас бог скрывает от очей других другие не знают что мы есть на самом деле а как маленькое искупление понести это ложное чуть-чуть я поношение пред человеками вот это та ступень знаете обычно когда говоришь о какой-нибудь добродетели то приглашаешь давайте так делать а здесь стою и не знаю чем закончить свое слово приглашать а сам готов поэтому оставим все нашему господу он был поношение пред человеками и он указал нам на это как на высшую ступень на которую восходит человек потому что за этой ступенью дальше подниматься уже некуда не надо там небо аминь аминь